Более десятка миллионов рублей в этом году благотворительный фонд Инсан направил на лечение больных детей и на помощь малоимущим. Эти данные были озвучены на подведение итогов самой крупной в республике благотворительной организации за 2021 год. Среди гостей мероприятия были не только меценаты, но и известные политики о компании, которая способна вернуть к жизни и подарить мечту в сюжете Хамзанра Магомедова. Рабьят Магомедова не верит своему счастью. Только что она услышала, что стала собственницей однокомнатной квартиры. У неё четверо детей и пожилая мать, у которой буквально на днях диагностировали онкологию. Всегда была мечта иметь свой дом. Моя мама сейчас в данный момент больная, она в постели ещё говорила, пока я не умру, я не смогла себе дом постыть. Сейчас хочу встать в первую очередь к маме, пойти и обрадовать её. Мама дома, да? Моя мама раком болеет, самая последняя стадия. Сейчас надеюсь, что ничего нет, из больницы домой отправили её. Это не первый щедрый подарок от строительной компании «Рост». Они в качестве заката обрадовали квартиры уже вторую нуждающуюся семью из числа подопечных фонда «Инсан». Я уверен стопроцентно в фонде «Инсан». Знаю, как они работают, знаю, кто за этим стоит, наш муфти. Поэтому не было никаких сомнений вообще, ни грамм. До того, как я стал застройщиком много лет, все наши близкие, родные, друзья, все помогали через фонд «Инсан». Вижу, как они работают, какую труду они укладывают в это дело, поэтому там не было никаких сомнений. На подведение итогов собрались много известных гостей. Это и депутаты Госдумы, министры, руководители городов и районов республики, а также меценаты. Они признаются, что на сегодняшний день фонд «Инсан» – самая крупная и самая эффективная благотворительная организация региона. Фонд «Инсан» – это уникальное явление не только для Дагестана, я считаю, но и для России в целом. Потому что в объемах, я имею в виду, в конкретной помощи, которую наш фонд делает в течение года, здесь, в Дагестане, и не только, мы видим, что результат супермощный. Помогали, помогаем, будем помогать и принимать участие столько, сколько на это будет возможности и, соответственно, времени. Фонд «Инсан» в этом году собрал десятки миллионов рублей на благотворительность. Помощь в лечении оказали тяжело больным детям, чья жизнь держалась буквально на волоске. Обеспечили лекарственными препаратами больных коронавирусной инфекцией. Построили и отремонтировали дома, а также помогли в приобретении жилья малоимущим многодетным семьям. Таких направлений у фонда больше десяти. Только по программе «Продукты в каждый дом» среди жителей республики удалось раздать в этом году больше 330 тонн продуктов питания. В приоритете фонда это всегда медицинская программа, тогда, когда в фонду обращаются подопечные, кому необходима операция, реабилитация или же покупка других медикаментов. Там, где стоит вопрос жизни и смерти, соответственно, всегда в приоритете это медицинское направление. Каждое направление фонда, оно имеет свою определенную важность. Как бы сказать, что мы выделяем какую-то программу, тоже мы не можем, но каждая из них, она в свою очередь решает какие-то проблемы общества. На подведение итогов гостям презентовали мобильное приложение фонда «Инсан». Её лёгкость в использовании и доступность для каждого. В этом году через мобильное приложение удалось закрыть более 200 сборов на лечение тяжелобольных людей на сумму свыше 65 миллионов рублей. Когда была тяжёлая эпидемиологическая ситуация, они активно подключились, они очень активно поддерживали и медицинских работников, которые оказывали эту медицинскую помощь. Они поддерживали их семьи, поддерживали их детей. И мы должны сказать большое спасибо фонду «Инсан», который всегда рядом с нами. И мы всегда знаем и можем надеяться на то, что они в любой ситуации поддержат, в любой ситуации будут рядом. И мы со своей стороны всегда готовы на самое тесное и тёплое сотрудничество. Ежегодно, ежедневно, ежесекундно, ежеминутно активисты фонда спешат на помощь тем, кому труднее. И я могу сказать, что для меня фонд «Инсан» – это хорошие, добрые друзья. И уже давно так сложилось, что мы уже партнёрствуем, соответственно, много акций провели. На мероприятии выступили известные исполнители Нашидов. Гостям также показали видеоролики про ежедневную работу сотрудников благотворительного фонда «Инсан». Хамсон Магмедов, Камиль Магаев, Мурат Бекбарцев, телеканал ННТ, Каспийск.